Сейчас задача у НАТО, чтобы оттуда ушла наша военная база, чтобы военного присутствия России там больше никакого не было. И все. Это как было с Украиной. Обещайте все, что хотите. Разбираться будем потом. Или как с Молдавией, как с Грузией, в конце концов. Но Грузия, вот, ей когда обещали еще вступить в НАТО? Чем это длиннее закончилось? Понятно, что между Россией и Арменией никаких реальных, никаких либо других проблем не существует. И конфликтов у нас никаких не будет. У нас армян живет больше, чем в самой Армении. И это как бы наш уже собственный народ. Почти коренной. Но при этом, при всем, Армению будут использовать, в том числе и для того, чтобы максимально ослабить влияние России на Южном Кавказе. Я думаю, что цена этим заявлениям вот именно такая, что ничего они на самом деле не дадут. Но главное сейчас разрушить то, шаткое, так сказать, еще какое-то оставшееся взаимопонимание, которое существует между нашими государствами. Не между президентами, а именно между государствами. В Армении существует конфликт с Азербайджаном, который, собственно говоря, до сих пор не разрешен. В ближайшее время, скорее всего, не разрешится. И НАТО, собственно говоря, тоже дополнительные проблемы, я думаю, не очень сильно нужны. Тем более, что за спиной Азербайджана стоит Турция, член НАТО.